Здравствуйте! Это рубрика «Право имею» и я, Наталья Ладудько. Ничто так не будоражит слух налогоплательщика, как звонок из налоговой. В рубрике «Расскажу, как на этом зарабатывают мошенники». Новый вид мошенничества набирает обороты по всей России. Схема такая. От имени Федеральной налоговой службы неизвестные обзванивают людей. По телефону автоответчик сообщает, что у гражданина есть задолженность или отсутствует декларация о доходах. Трогий голос в трубке угрожает штрафом. Взволнованный такими новостями гражданин перезванивает. В этот момент мошенники и получают свою выгоду. За исходящий на данный номер списываются деньги с телефонного счета. Значит ли это, что любой звонок из налоговой – мошенничество? Нет. Налоговый инспектор действительно может позвонить, причем и юрлицу, и физическому. Могут уточнить вопрос по документам или напомнить о долгах. Если из органов не дозвонятся, обратятся за судебным приказом и спишут деньги со счета. Ну вот уловка с автоответчиком – это уже не их почерк. Налоговые органы не обзванивают налогоплательщиков в автоматическом режиме. Все информирование осуществляется исключительно на официальном сайте налог.ру и в операционных залах налоговых инспекций. Что делать, чтобы сохранить свои деньги? Налоговые органы не зря отправляют на сайт. Там можно настроить личный кабинет и следить за лицевым счетом. И тогда ничего нового из телефонного разговора вы не узнаете. Сомневаетесь? Спросите имя и фамилию сотрудника. Если он липовый, сам бросит трубку. А вы перезвоните на горячую линию налоговой. И не делитесь лишней информацией по телефону. В налоговой и так знают, где вы работаете, какая у вас зарплата и домашний адрес. А вот мошенникам такой информации будет достаточно, чтобы, например, получить за вас налоговый вычет. Это, к слову, еще один вид обмана, о котором расскажу в следующих выпусках. С вами была Наталья Ладудька. Мы боимся только того, к чему не готовы. А ко встрече с мошенниками я помогу подготовиться. Редактор субтитров А.Семкин